Всем привет! С вами Оксана Лифенко и в этом небольшом видео я вам покажу прием рачий шах. Это вот такая вот небольшая волнистая каемочка по краю изделия. Сейчас я покажу вам прием рачий шах на более толстой ниточке, а потом мы посмотрим на кукольном платьице. Рачий шах это столбики без накида, но они вяжутся в обратном направлении. То есть мы как бы двигаемся слева направо, пятимся как рак. Делаем воздушную петельку и крючок вот так вот выворачиваем, чтобы ввести его в первую петельку слева направо. Подхватываем ниточку и вытягиваем петлю. У нас две петли на крючке. Теперь мы завершаем наш столбик. Снова выворачиваем крючок и вводим его в следующую петлю. Вяжем следующий рачий шах. Следующую петлю провязали. И так не спеша двигаемся по всему ряду. Петельки я вытягиваю достаточно длинными. И у нас получается вот такой вот рубчик. Но лично мне больше нравится, когда делаем рачий шах через одну петельку. Тогда край получается не такой плотный и такие небольшие волны. Смотрите, если вяжем через одну, то просто пропускаем следующую петлю, вводим крючок в следующую. Подхватываем ниточку и вытягиваем. Провязываем две вместе. Здесь важно, чтобы мы не стягивали петлю рабочую на крючке, для того, чтобы у нас полотно оставалось ровным. То есть мы вот так вот хорошо ниточку вытягиваем и вводим крючочек все время через одну петлю. Так, потеряли. Вот таким вот образом. Смотрите, этот кусочек у нас в каждую петлю. Здесь через одну петлю. Попробуйте связать и так, и так. И определитесь, как лично вам будет больше нравиться. Я этим приемом люблю обрабатывать горловинки кукольных платьиц, проймы. Также иногда низ платья, в зависимости от рисунка. Смотрите, здесь все аналогично. Только, конечно же, у вас тоньше ниточка, тоньше крючок. Здесь я буду вязать вот этой темной ниточкой коралловой. Она мне осталась от предыдущего ряда. Поэтому я сейчас ее выведу на лицевую сторону. И сделаю одну петлю. Здесь смотрите, как будет лучше. Я обычно сразу в следующую ввожу петельку. И выполняю рачий шаг. Снова одну петлю пропускаю. И вытягиваю ниточку. И так вяжем по всему ряду. Двигаясь в обратном направлении. Следим за натяжением ниточки, чтобы она у нас была. Наши столбики были, чтобы равномерными. Скорость вязания здесь, конечно, немножечко ниже, чем обычные столбики. Но, я думаю, результат того стоит. Вот таким вот образом смотрите сразу, как край преобразовывается. Вот у нас просто столбики без накида. А это рачий шаг через одну петельку. Мне так очень нравится. И я хотела еще показать вам, как завершить ряд, если мы вяжем рачьим шагом. Смотрите, у меня осталось последние две петельки. Следующую я пропускаю, потому что вяжу через одну. А в последнюю ввожу крючок. Подтягиваю, точнее, подхватываю ниточку. И протягиваю ее просто сквозь вот эту петельку, которая у меня на крючке. Ну, обрезаю ниточку и затягиваю. И тогда у нас, видите, вот такой вот красивый переход получается. Здесь уже теперь можно эту ниточку вдеть в иголочку. И спрятать ее на изнанке. Вделая ниточку в иголочку, вкалываю вот чуть ниже, вот здесь у меня ниточка вышла, да, в этой петельке. Я чуть-чуть ниже вкалываю иголочку и ухожу на изнанку. Здесь теперь я могу уже закрепить ниточку небольшим узелком и спрятать ее. И теперь я ее спрячу внутри столбиков. Поскольку здесь я уже прятала ниточки, тогда я пойду вот здесь, по верхнему краю вдоль проймы. Вот так вот. Иголочкой просто прохожусь внутри столбиков. Но поскольку здесь у меня нить другого цвета, поэтому мне надо стараться вот по самому рачьему шагу. Но иногда и заходить вниз лежащие столбики, потому что рачий шаг он рыхлый и ниточка потом у вас может оттуда убежать. Поэтому иногда цепляем вот здесь столбик, чтобы покрепче было соединение. Вот таким вот образом прячем нашу ниточку. Ну, думаю, достаточно. Можно еще парочку вот так вот провести и сюда в глубину уйти. И вот такой вот аккуратный край у нас получается. Здесь, может быть, даже я чуть-чуть перетянула. Вот так, если подправить, то будет красивее. Есть ли у нас вязание по кругу? Вот как пройму, например, я обвязала. Здесь я начинала. И вот мой ряд закончен. Сейчас мы введем крючочек. Ниточка у нас должна быть здесь. Давайте, вот я ее распущу. Так. Куда мне? Вот сюда. Сейчас я вбок введу. Нет, тут не очень красиво. Чтобы поплотнее надо местечко. Вот так вот. И еще один рачий шаг у меня здесь поместится. Здесь я буду... Нам надо как бы сомкнуть, да? Но я буду смыкать ряд не полустолбиком, а вот сейчас уже... То есть у меня последний рачий шаг выполнен. Я ниточку отрезаю и протягиваю ее сквозь петлю. Теперь ее вдеваю в иголочку. И спрячем наизнанке. Так. Сделаю ниточку. И здесь я ухожу. Вот у меня начало. Первый был рачий шаг. И вот сюда я и вкалываю, чтобы было визуально как будто ряд закончен, соединены. Давайте эту ниточку уберу, чтобы она... Вот. Получилось вот такое вот соединение. Здесь наизнанке... Ну, можно, поскольку первую ниточку я тоже присоединяла без узелка, поэтому здесь можно завязать узелок, можно иголочкой его завязать, как вот в крыловинке. Ну, можно и вот так вот. И аналогичным образом иголочкой сейчас прячу. Одну ниточку пойду сюда вдоль проймы, а вторая ниточка пойдет сюда. Можно еще посмотреть, как лег узелок, куда лучше. Ну, вот так вот. Значит, это у меня пойдет сюда. И тоже здесь прячу внутри рачьего шага, немножко захватывая столбики. Ну, и так, чтобы и не было видно ниточку другого цвета, но немного цепляю. Для того, чтобы было надежнее. Вот здесь вот можно. Для того, чтобы изнанка наша тоже была красивой. Ну, у меня ниточка выскочила. Сейчас я еще парочку вот сюда пройду и эту ниточку спрячу. И будет у нас, вот как здесь я уже одну сделала пройму. Видите, вот так вот аккуратненько будет. И здесь вот у нас изнанка. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, любите ли вы рачишах. Удалось ли вам его освоить. Или, возможно, вы используете какие-то другие приемы для обработки краев изделий. Обязательно напишите о них в комментариях. Мне будет очень интересно о них узнать. Ну, а на этом все. Жду ваших лайков, комментариев. Всем пока-пока.